Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. 9 сентября состоятся выборы депутатов Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан. Накануне председатель территориального избиркома Михаил Подковка рассказал нам о подготовке к голосованию. 9 сентября 2018 года выборы депутатов Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан. Уважаемые избиратели! В воскресенье 9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан 6 созыва. На всех 26 избирательных участках, расположенных на территории городского округа города Кумертау, голосование проводится с 8 до 20.00 часов. Каждый избиратель голосует лично, голосование других лиц не допускается. Бюллетени выдаются избирателям, включенным в списки избирателей по предъявлению паспорта или другого документа, заменяющего паспорт гражданина. При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта и расписывается за получение бюллетеня. Согласие избирателя серия и номер паспорта могут быть внесены членам избирательной комиссии. Член комиссии, выдавший бюллетени, также расписывается в соответствующей графе списка избирателей. Избиратель, включенный в списки избирателей, получает два бюллетеня. Первый бюллетень по Кумертаускому одномандатному избирательному округу номер 15, в котором в алфавитном порядке указаны фамилии, имена и отчества четырех зарегистрированных кандидатов. Год их рождения, место жительства, основное место работы и занимаемая должность или род занятий, а также указание, каким избирательным объединением он выдвинут. Второй бюллетень по Единому избирательному округу, в котором указаны наименования шести политических партий, зарегистрировавшие списки кандидатов и фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов из республиканского и регионального списков партий. На бюллетене справа от зарегистрированной политической партии кандидата располагается квадрат. Голосование проводится путем внесения избирателям в бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к политической партии, кандидату, в пользу которого сделан выбор. Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему ему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член избирательной комиссии выдает избирателю новый бюллетень, делая соответствующую отметку в списке избирателей напротив фамилии данного избирателя, а испорченный бюллетень гасится. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, доверенным лицом кандидата или политической партии, наблюдателем. Избиратели, которые внесены в список избирателей, и не могут самостоятельно, по уважительным причинам, это состояние здоровья или инвалидность, прибыть в день голосования в помещение для голосования, вправе обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с письменным заявлением или устным обращением, в том числе переданным при содействии других лиц, о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявления, устные обращения могут быть поданы в участковую избирательную комиссию в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее 14 часов 9 сентября 2018 года. Уважаемые избиратели, 9 сентября 2018 года мы избираем представителей высшего и единственного законодательного представительного органа государственной власти Республики Башкортостан. Территориальная избирательная комиссия города Кумертау Республики Башкортостан обращается ко всем избирателям города Кумертау Республики Башкортостан с призывом прийти на выборы и исполнить свой конституционный долг. 9 сентября 2018 года выборы депутатов Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. В Кумертауской администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. Обсудили результаты профилактической работы. По итогам заседания было принято решение изменить подходы к профилактической работе и использовать более современные способы подачи информации. Борьба с пьянством, наркоманией и предупреждение о распространении ВИЧ-инфекции стали темой для обсуждения межведомственных комиссий города. В комиссии входят представители власти, здравоохранения, образования и культуры, социальных служб города. Руководители учреждений представили информацию о профилактической работе. Составляются планы совместной работы с учреждениями правоохранительных органов, медицинских учреждений, спид-центром, комбинентом планирования семьи. Одной из эффективных профилактических мер в борьбе с негативными явлениями среди молодежи является вовлечение их в дополнительные занятия. Так только по линии культуры в городских учреждениях действует 40 творческих объединений. Из них 18 для детей до 14 лет, отметила директор управления культуры Светлана Тураева. Большое количество детей посещают школы дополнительного образования. Дети и молодежь, занимающиеся в школах дополнительного образования и в клубных формированиях при учреждениях культуры, отвлечены от влияния улицы. В сфере дополнительного образования в области культуры в городе функционируют три школы – музыкальная, художественная, хореографическая. Охват детей, занимающихся в этих школах, составляет 1105 человек. Это 10,9% всех детей школьного возраста в городе. Неутешительной остается статистика города по ВИЧ-инфицированным. Данные за 2017 год привел главный врач Центральной городской больницы Олег Астахов. За 2017 год было выявлено 64 ВИЧ-инфицированных, 5 детей, 37 мужчин из них. Средняя из половины, почти чуть меньше половины выявленных, это 25-44 года возраста. Причём, как уточнила директор спидцентра Лидия Живодёрова, среди выявленных за последнее время ВИЧ-инфицированных лиц один ребёнок, а 90% – это люди от 30 до 60 лет и старше. Поэтому было принято решение об усилении профилактических мер с людьми старшего возраста. И этот вопрос станет темой следующего заседания комиссии. Ещё одна из серьёзных тем – борьба с пьянством. О последствиях алкоголизма говорят данные Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Статистика такая, что в РБ за 2018 год погибло 155 человек. Это на 6 человек больше, чем в 2017 году. Данные статистического анализа показывают, что в республике 52% погибших при пожарах людей находились в состоянии алкогольного опьянения. В целях недопущения трагических событий будет усилена работа с неблагополучными семьями. Для этого в ближайшее время будет составлен список лиц, входящих в группу риска. Также участники обсудили такие темы, как организацию отдыха, оздоровление детей и молодёжи в летний период, об организации проведения физкультурно-массовой работы среди различных групп населения. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Накануне в телекомпании «Арис» состоялась презентация нового сезона, в рамках которой озвучили планы на предстоящий год. Подробнее о новых программах, идеях и проектах в нашем сюжете. Презентация сезона для телерадиокомпании – это как начало нового года. Для канала «Арис» сезон по традиции начинается в сентябре, поэтому именно сейчас планируется работа на предстоящий период. Работа предстоит действительно насыщенной. И как сообщил в начале совещания генеральный директор телерадиокомпании «Арис» Алик Юлтыев, сейчас на федеральном уровне решается вопрос закрепления за местными каналами 22-й кнопки. А это значит, что телевидение сохранит свои позиции. С открытием сезона всех поздравила заместитель главы администрации Наталья Лапшина. Вы должны быть командой. Вот прав Алекс Афилович и Рустам Закеевич прав, когда говорит, что на местных телеканалах особая миссия. Вы действительно лучики светлого, доброго, родного, которые рассказывают о самых близких нам нужных новостях, которые интересуют всех. Вот мы живем здесь одной семьей в городе, и мы друг от друга узнаем новости. Вы позитивное телевидение. Команда действительно настроена оптимистично и полна энергии для созидания. О том, каким будет наш местный телевизионный канал в новом сезоне, рассказала главный редактор телевидения Елена Камалова. Даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить весь день. И это истина. Поэтому девизом канала в новом сезоне будет фраза «Больше солнца, больше позитива». Сетка, конечно же, обновится, но останутся программы со стажем, в том числе о людях, живущих в нашем городе, новости, тревожный сигнал, проект «Битва за город», передача о работах по благоустройству Кумертау «Наш город, наш дом», территории спорта, а также встречи с официальными лицами города по обсуждению наиболее актуальных тем дня. Ну и для наших любимых зрителей есть новые задумки. Это передача о крепких семьях и семейных ценностях, погода в доме, вкусняшка о кулинарных хитростях и проекта от генерального продюсера телевидения Алексея Терехова, сам себе режиссер и наш голос «Битва титанов». Еще одна новинка сезона – онлайн-трансляция смес событий. И это последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин